Вчера в 14.00 закончился месячный срок действия военного положения. Как заявил президент, угроза никуда не делась, и по-хорошему его надо было бы продлевать еще, но реалии, связанные с грядущими президентскими выборами, вносят свои коррективы. Как бы это печально не выглядело, но логика в его словах железная. Пока на северо-востоке Украины не появилась новая географическая сущность под названием Северный выгребной океан, нам надо строить свою страну и двигаться вперед. Мы обречены жить рядом с невменяемым соседом, который не может жить без того, чтобы не убивать и не грабить. Поэтому мы обязаны выстроить свою жизнь соответствующим образом, как это сделал Израиль. Мы должны быть сильными, сплоченными и способными мгновенно переходить от мирной жизни к реалиям войны. Тем не менее, ближайшие задачи были выполнены. Первая и самая главная из них напрасно обделена вниманием, и заключается она в том, что впервые за 27 лет своего независимого существования Украина применила этот самый инструмент – военное положение. Мы просто не имели опыта введения такого инструмента в действии, потому что раньше это было сопряжено с массой неподъемных издержек. Как теперь понятно, сейчас мы уже ни на кого не оглядываемся и действуем так, как подсказывает обстановка. Между прочим, сам факт введения ВП – мощный сигнал всему мировому сообществу о том, что Украина готова воевать в полномасштабной войне, и балансирование на ее грани в неопределенном статусе уже ушло в прошлое. Этот сигнал, безусловно, принят и в Москве. Сейчас была пройдена та черта, когда Украина не могла прямо оперировать юридическими понятиями, конвенционно указывающими на агрессора и принимать соответствующие меры. Для тех, кто не понял, впервые после Второй мировой войны европейская сторона прошла все юридические стадии подготовки страны к войне. В частности, ввела военное положение и, как положено, уведомила об этом всех своих партнеров и ООН. В этот раз уже ни у кого не было сомнений в том, что если РФ двинет войска, то на восточной окраине Европы начнется не бутафорская или гибридная, а настоящая война. И Украина показала, что она готова к этому и принимает вызов Москвы. Воевать именно в таком формате РФ не привыкла. У нее нет опыта войны с регулярной, довольно мощной армией другой страны. Единственный опыт, который она может записать в актив – война с Грузией. Но сравнивать Украину с Грузией в военном отношении может только клинический идиот. Ведь мы не просто остановили агрессора, а за 4 года воссоздали регулярную армию, получившую не просто боевой опыт, а опыт борьбы именно с этим противником. По сути, ВСУ стали остро заточенным оружием именно против российской военной машины. И лучше нас просто никто не сможет воевать с ней. Там прекрасно понимают, что Фора почти в 5 лет Украины использована по полной программе, и теперь она стала самым неудобным и, самое главное, самым мотивированным противником из всех возможных. Военное командование теперь имеет реальное представление о том, как работает уже правильная, а не стихийная мобилизация. И что, невзирая на пропаганду противника, под ружье легко встанет огромное количество резервистов, и вот именно с этим никаких проблем нет. Но понятно, что резко растущую, в случае начала боевых действий, армию надо быстро вооружить, снабдить всем необходимым. Резервисты уже смогли почувствовать разницу между тем, из какой армии они демобилизовались и в какую армию вернулись. Да, впереди еще много работы, но ВСУ уже необратимо изменились. Кроме того, в связи с военным положением ускорились работы по поставке техники и вооружений для ВСУ. В течение месяца плотным потоком пошли в строй танки, бронетранспортеры, самолеты, беспилотники и просто невиданное ранее количество высокоточного оружия от ПТРК до РСЗО. И что было наиболее интересно, в нескольких комментариях проскользнули формулировки, которые обратили на себя внимание, но не нашли ответа в том плане, о чем вообще шла речь. А именно в нескольких местах было сказано, что в войска стали поступать новинки, о которых еще не принято говорить, но которые способны заставить противника заплатить такую цену за вторжение, что ему станет совсем грустно. Ну и главное, противник вынужден скомкать свои планы и отменить свои операции, назначенные на последнюю декаду декабря. Дело тут в том, что Украине удалось приковать внимание Запада к этим планам и теперь использовать путинскую тактику из-под тяжка уже не удалось. А кроме того, россияне ведь тоже увидели, куда примерно выдвигаются наши войска, и оказалось, что они развернулись именно там, где у них были начерчены стрелки ударов. Это значит, что в российском генштабе есть люди, которые не любят Путина или очень любят деньги, а значит готовы поделиться различными рисунками и схемами, которые потом изучали не только в Киеве, но и в столицах западных стран. В любом случае, ВП отработано как надо, и лучшее тому подтверждение то, что автор может писать эти строки, а вы спокойно их читать и слушать. Так что теперь все идет по нашему плану. Пост скриптум. Решением Совета национальной безопасности и обороны продлено действие ограничительных мер государственной пограничной службы относительно въезда в Украину мужчин, граждан России в возрасте от 16 до 60 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова